Здравствуйте! Мы находимся на днях пиара и маркетинга «Взгляд в будущее». В нашей студии Алексей Сидорин, эксперт одной из крупных IT-компаний «Крок». Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Первый вопрос. Как IT-технологии, какими темпами, с какой скоростью внедряются в маркетинг в наше время? Не только в маркетинг, вообще во все отрасли IT проникает все больше и больше. Мы уже с вами беседовали немного, что IT уже стал не каким-то инструментом, который автоматизирует существующие бизнес-процессы. Он создает новые бизнес-процессы. И активнее всего это происходит сейчас в маркетинге, в финансах, это очень растущие отрасли, особенно благодаря социальным сетям и вообще развитию интернета. Поэтому действительно там многое меняется, создаются совершенно новые процессы, которых не было, автоматизируются старые. И, наверное, я бы назвал это одной из самых растущих областей IT сейчас. Но много говорится о трендах, о тенденциях. Расскажите, какие тренды и тенденции существуют в вашей области? Знаете, мой маркетинг-отдел запретил мне написать такой слоган, потому что он не по-русски, но однако я скажу вам. Начинайте копить информацию. Вы очень скоро найдете, куда ее потратить. То есть история в том, что очень многие компании сейчас знают, что появляется какой-то контент, но не сохраняют его себе. Потому что не знают, зачем ему это нужно. От какой-то информации, там, любит человек шоколад или не любит, никак не изменится его предпочтение летать на самолете. Однако то, что мы не знаем, что связь эта существует, не означает, что ее нет. Поэтому успеха добиваются компании, которые копят все, что только можно в свою копилку, а потом буквально через какое-то время они находят, как это потратить и как сделать какие-то выводы на основании этой информации. Вот эта тенденция, из нее много чего вырастает. Второй же момент, я слышал, один мой знакомый сказал замечательную фразу, он маркетолог, и он начал конференцию с того, что сейчас все ненавидят, когда им начинают продавать, однако при этом каждый обожает покупать. И вот это некий происходит резонанс. Вот сейчас маркетинг про то, чтобы люди думали, что они сами выбрали, что они сами покупают, что они управляют своими предпочтениями и при этом оставаться должен в тени. Мне кажется, тот воу-маркетинг, когда мы бегаем по стенам и кричим, что это лучший продукт, уже уходит в прошлое. Сейчас мы должны глубже входить в голову каждого человека и понимать его предпочтения. Не навязывать, а делать так, чтобы покупатель решил, что это его личный выбор. А вот какие инструменты, расскажите, вы используете? Ну, вот тут связывая два моих тезиса, как раз, чтобы так сделать, нужно лучше узнать своего клиента. Я не знаю, насколько это корректно, но я очень не люблю Старбакс за то, что они мне постоянно спрашивают, как меня зовут. Я вот еще учился в институте, я ходил в магистратуру по вечерам и каждый вечер покупал там кофе. И каждый вечер один и тот же человек спрашивал, я уже запомнил, как его зовут. Но зачем вы спрашиваете, если вам это не интересно? Представляете, мы бы с вами работали в одной компании, каждое утро я бы говорил, меня Леша зовут, а вас? И при этом мило улыбались, да? Да, и при этом мило улыбались. Поэтому лучше узнавать, что запоминать, что я говорю, быть внимательнее. То же самое, как ты с девушкой себя ведешь, если ты не слушаешь, что она говорит, она не оценит твои галантности. Это, наверное, первое. Но второе, быть действительно неназойливым. Если раньше было то время, когда мне приходили смс-ки, поставьте мелодию группы, которая мне не... То есть я понимал, что это на всех рассчитано. Я понимал, что это ковровая бомбардировка, так называется, это в маркетинге. Я нормально к этому относился, но мы очень быстро привыкаем к хорошему. И хоть раз я получаю персонифицированное предложение, что-то специально для меня, какой-то подход, я уже больше не хочу такого отношения, как у других компаний. Если многие думают, что это излишняя аналитика и так далее, нельзя так относиться к каждому индивидуально, то, может быть, 10 лет назад это было и так, но сейчас пользователь уже, ну, покупатель уже не слушает. Искушен, конечно. Искушен объем информации огромный. И вот как быть, да, ну, как воздействовать? Ну, индивидуальный персонифицированный подход – это раз, да? А что еще можете, когда столько вокруг информации, и каждый пытается что-то свое о себе рассказать? Ну, да, первый – это персонифицированный подход. Второе – вообще у нас за историю изменилась сильно парадигма работы с информацией. Если раньше доступ к созданию информации был только у, ну, что называется, таких выдающихся людей, какие-то ученые из благородных семей могли опубликовать книгу. Да. И это была какая-то аксиома, что эта книга пишет все верно. То есть, потому что не так много людей могут это сделать, у нас было ограничение на входе. То есть, сейчас, как вы поглядите, у нас открытые сети, и каждый второй автор чего-либо информации генерируется куча. Мы не контролируем на входе, поэтому сейчас будет рост инструментов на выходе. То есть, правильные фильтры, правильная категоризация информации, правильная аналитика – это, наверное, второй ключ к успеху. Скажите, а вот ваши услуги для бизнеса, насколько они доступны? Может ли какая-то средняя компания воспользоваться услугами IT-специалистов? Нет, конечно, есть особенность нашей компании, ну, уж позволю себе это сказать, мы, правда, крутые ребята. То есть, мы посчитали вот как раз по этому ABC-анализу, кто наши самые главные заказчики. За типовыми проектами к нам не ходят, ну, как внедрить какую-нибудь учетную систему простую. Есть очень много нишевых игроков, там, небольших коллективов, которые совершенно с другой себестоимостью это делают, и у них это стоит на потоке. К нам ходят, когда не знают, что делать, ну, вот конкретно в крок. К нам ходят за решениями, которых там либо нет на российском рынке, либо непонятно, как их реализовать. И тогда уже мы становимся намного дешевле, чем маленькая компания, потому что им, чтобы сделать такой сложный проект, нужно будет учиться, самим разбираться. А у нас есть люди, которые там в свое время построили там половину ритейла в России, есть люди, которые сделали там телеком в России. Есть люди, которые знают это настолько на верхнем уровне, что понимают, как это делать с нуля. Ну, очень много вообще западного консалтинга на этом построено, на том, что как, например, узнать, как реформировать какое-то министерство, если оно одно в стране, как посмотреть на другие примеры. Они смотрят на другие страны и на другие там похожие экономические ситуации. Вот мы примерно точно так же делаем с самыми крупными заказчиками. И имеете опыт. Алексей, скажите, а вот принцип бигдата, да? Да. Расскажите об этом поподробнее. Большие объемы информации о проблеме хранения, о проблеме безопасности. Я полтора часа сейчас буду об этом рассказывать, но скажу вам кратко свою позицию. Мы долго думали, как дать правильное определение бигдате, и даже давали его несколько раз. Что это некий маркетинговый бред, под которым группа технологий, что это серия методов и подходов. Ну, грубо говорить прямо, то это время такое сейчас. Время, когда очень много информации. И бигдата в плане бизнеса – это все те инструменты, подходы, действия, что угодно, которые позволяют оставаться компанией конкурентной в это время. То есть от обратного такое определение, что это не что-то конкретное, не какая-то конкретная технология и так далее. Это группа всего, что позволяет нам жить вот в такое время, когда много контента генерится ежесекундным. И еще последний вопрос по поводу безопасности информации. Да, безопасности, где-то должна эта информация храниться и так далее. Вот эти проблемы вы решаете, нет? И ваши мысли по этому? Да, ну, безопасность – это основа мотивационной пирамиды человека и основа мотивационной, ну, грубо говоря, успеха любого IT или любой технологии. Конечно, сейчас много еще регуляторов государственных вносят дополнительных ограничений. Там 152-й закон о персональных данных, который, уверен, сильно повлиял на маркетинг и все рассылки использования. Это, ну, различные ограничения, связанные с ГОСТами, там, систем, которые вы используете. Это что-то, я бы сказал, что это не что-то уже выдающееся, это как гигиена, как чистить зубы по вечерам. То есть ни одна система, никакая бы она инновационная не была, не взлетит, пока у нее не будет вот эта прививка, что ли. Ну, то есть, как многие говорят, ой, мобильные приложения, ну, какая сейчас уважающая себя там социальная сеть будет жить без мобильного приложения? То есть это уже не что-то, космос какой-то, это то, к чему мы привыкли, и без этого нам никуда. И, конечно, эти решения, все big data основаны со всеми концепциями безопасности. Хорошо. Спасибо, Алексей. И напоминаю, у нас в студии был Алексей Сидорин, эксперт одной из крупнейших IT-компаний Крок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА